От пациента. Травма получена на футболе 17 апреля 2021 года. Был небольшой отек и боль при сгибании. На данный момент колено не беспокоит. Консультативное заключение по МРТ пациента 38 лет от 30 апреля 2021 года. При МРТ левого коленного сустава деструктивные изменения в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах малой и большеберцевой костей не определяются. Участок отека медиального мышчалка бедренной кости вблизи суставной поверхности и латерального мышчалка по краю, контузионные изменения, аналогичный отек большерцевой кости, вероятно, с небольшими тробикулярными переломами. Отек головки малоберцевой кости. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра и собственная связка надколеника прослеживаются отчетливо, интенсивность сигнала от них не изменена. Суставные поверхности конгруентны. Суставная щель неравномерно сужена, больше в медиальном отделе. Суставной хрящ неистончен. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Отмечается косой разрыв заднего рога медиального мениска второй степени выявляется жидкость в большом количестве в полости сустава, за надколеником, в верхней сумке надколеника и вдоль обоих мышчалков. Жировая клетчатка ГОФА развита обычно, задняя крестообразная связка не деформирована, контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается на всем протяжении, отечна, латеральная малоберцовая связка прослеживается на всем протяжении, не изменена, большеберцовая связка отечна с внутренним разрывом, мягкие ткани вокруг сустава не изменены. Заключение, выраженный синовит, повреждение медиального мениска, растяжение ПКС. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Холин АВ. Вопрос пациента. Спасибо за оперативность. Обязательно напишу отзыв. Во время МРТ 30 апреля 2021 года мне поставили другой диагноз – полный разрыв передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки, частичный неполнослойный разрыв латеральной коллатеральной связки, дегенеративные изменения в медиальном мениске, по типу столула 1. У меня уже был разрыв ПКС на другом колене и далее пластика ПКС, я помню ощущения и состояние. Сейчас диагноз поставили хуже, а по симптомам намного легче. Даже колено не сильно опухло. Поэтому я засомневался в диагнозе и обратился к вам, можно ли уточнить, точно ли передняя крестообразная связка в порядке. Ответ профессора Холина АВа. Разрыва ПКС нет, главное подтверждение тому, что она натянута, а он лежит. Разрыв по всем признакам второй степени, он операции не подлежит. Коллатеральные связки зарастают сами. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok